Биткоин находится в стадии панических распродаж. Что мы видим на графике, напоминает больше всего 13 марта 2020 года, также известная как коронадамп. Докуда этот каскад ликвидации нас доведет? Сложно точно спрогнозировать, но явно то, что сейчас происходит, это отличная возможность для аккумуляции в долгосрок. Потому что биткоин здесь с нами, он никуда не денется, ребята, это технология будущего. И на фоне с этим затяжным падением, что мы видим, что умные лонги на Bitfinex растут, те самые лонги, которые всегда докупают на просадках и разгружаются на росте, как мы видим из графика. Вот эта оранжевая линия, это умные китовые лонги на Bitfinex. Они продолжают аккумулировать вместе с тем, как цена падает. На 4-часовом таймфрейме также мы видим, что RSI у нас уходит в зону глубокой перепроданности, откуда статистически у нас происходит обычно хороший отскок, как вы можете видеть из графика. Соответственно, дно где-то рядом. Но, ребята, из-за того, что налипает очень много маржинальных трейдеров на фьючерсах, каскад ликвидации может нас забросить куда-нибудь гораздо ниже. Что предлагаю делать я сейчас? Давайте разберемся. Да, забыл сказать всем привет, вы на канале CryptoCommons. И если вы все еще интересуетесь криптой даже в такое время, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы у нас новенький. На дневном таймфрейме Bitcoin все еще сражается за удержание 61 уровня по Fibonacci от Corona Dump. Как вы можете видеть, мы все еще где-то здесь. Статистически это достаточно сильный уровень поддержки. Посмотрите, вот здесь, вот здесь и вот здесь. И фигура, которую мы сейчас формируем, напоминает вот эту фигуру, если мы отскочим. То есть мы сейчас можем быть где-то вот в этой зоне. Но фишка в том, что если мы все-таки проваливаемся сильно ниже, то следующий уровень Fibonacci 78, это, ребята, как не прискорбно об этом говорить, это 17,5 тысяч долларов. И судя по тому, что сейчас происходит, сквиз даже до туда может произойти. Опять же, это будет сильный уровень поддержки вот отсюда. Тем более мы видим, что объемов тут особо никаких нету именно до этого уровня как раз по VPVR. У нас тут огромный гэп по объемам, то есть в этой зоне мы особо не торговались, просто резко пампили туда. Поэтому сейчас нужно быть очень осторожными с плечевыми позициями. С одной стороны, еще раз говорю, это огромное окно возможностей, да, добрать лонг и полететь. С другой же стороны, на спот гораздо безопаснее аккумулировать, как вы понимаете. Потому что каждый отскок, посмотрите, он не отыгрывает даже и минимально. То есть все время нас сливают еще ниже. Я два дня не выпускал видео и, собственно, два дня не находился в позициях. Как только вышла вот эта новость про инфляцию позавчера, рекордная инфляция в США, собственно, началось падение. Надо понимать, что новость для рынков, в частности для крипторынка, достаточно бычая. Потому что высокая инфляция – это хорошо. Это значит, что незачем выходить в доллар, поскольку он теряет свою покупную способность. Собственно, на этих новостях трейдеры и набрали в лонг все это дело на ожиданиях, что мы отскочим. И их, собственно, побрили, как мы можем видеть. Но надо понимать, что это все циклично. Это все временно. В какой-то момент биткоин обязательно развернется. И фондовый рынок развернется. И вообще любые рынки, они имеют тенденцию разворачиваться. Золото, кстати говоря, очень неплохо отпрыгнуло после этой новости. Если мы приблизимся перед выходными, вот что у нас было. Золото начало падать вместе с серебром на этих новостях. Но после этого отпрыгнуло, посмотрите-ка. И сейчас у нас выходные, оно стоит на месте. Но я думаю, что завтра, когда откроются торги, золото, в принципе, смотрит на ту-земун. Как и серебро, как и нефть, и пшеница, и другие сырьевые активы. Вот, золотом, кстати, вы можете торговать на наших любимых биржах, как и на Femex, так и на Bybit. На Femex она называется Gold, на Bybit PaxG. И говоря про Bybit, ребята, через 15 дней начинается самый крупномасштабный турнир по трейдингу на этой бирже. С призовым фондом 8 миллионов USDT. Поэтому приглашаю вас вступить в нашу команду CryptoCommons. Ссылка на нее будет в описании. Переходите по ней, вступайте, если вы торгуете на этой бирже. Давайте порвем всех вместе и поборемся за главный приз. Вот, но помните, что трейдинг – это очень рисковая тема. Поэтому тысячу дисклеймеров торгуйте только на тот объем, который вам комфортно потерять. Еще что мы можем видеть примечательного, так это то, что на индикаторе Hash Ribbons загорелась капитуляция майнеров. То есть, что это означает, что слабые майнеры уходят с рынка, уступая место сильным, которые скупают их мощности за бесценок. Как правило, после такой капитуляции у нас следует сигнал на покупку. И он сопряжен всегда с очень хорошим ростом. Если вы посмотрите в истории, отработка у этого буквально стопроцентная. Причем сама капитуляция не обязательно происходит на падении графика. То есть, это связано больше с хешрейтом. Потому что, смотрите, вот эта капитуляция, скажем, была на падении цены, что Китай отключали от майнинга. А вот эта капитуляция была на росте цены. Поэтому, смотрите, мы можем развернуться в цене раньше, чем закончится капитуляция. Но, тем не менее, я думаю, что стоит присматривать за этим сигналом и за тем моментом, когда он выдаст синюю точку на покупку. Вот, по поводу моих позиций, как я уже сказал, я их прикрыл еще два дня назад в нашем телеграмовском. Candle Wave отсигналил на продажу на дневке. Не отыграл вот этот buy сигнал. По агрегации тоже, я смотрю, стакан пустее. В принципе, лить цену еще легко. Поэтому, я думаю, что мы можем упасть еще ниже. Что я предлагаю делать, собственно. На дневке, посмотрите. Мы все еще не переписали low в 25-26 тысяч, там, смотря какая биржа. И на дневке я предлагаю ждать желтую точку и перепроданный RSI. Как это было вот здесь, посмотрите. Правда, RSI перепроданный был вот здесь, а здесь он уже был, как бы, была дивергенция по RSI и по цене. Сейчас тоже у нас был с вами RSI перепроданный вот здесь. Поэтому, если он даже спустится хотя бы выше, чем этот предыдущий уровень, и здесь появится желтая точка на сайфере, для меня это будет сильный, очень сильный сигнал. Соответственно, если вот этот индикатор сходит вот так вот, и появится дивер. Но, по всем параметрам, для того, чтобы это произошло, биткоин должен опуститься ниже, чем вот этот уровень. То есть, в район 25 тысяч долларов. А то, может быть, и чуть ниже. Вот я думаю, что это будет как раз лучшая заходная для маржинальных позиций. Как бы не факт, что мы туда опустимся, конечно. Вон, опять начинается отскок, но я уже ему не верю. Не факт, что мы туда опустимся. Но, если мы туда опустимся, я там буду заходить конкретно в лонге. Поэтому, что я думаю, что надо ждать такого сигнала. Либо ждать, конечно, другого сигнала, что мы не дойдем до туда, развернемся. И закрепимся где-нибудь на сетке MA Ribbon в районе 32-33 тысяч. Почему еще мы можем уйти ниже этого дна по биткоину? Потому что, смотрите, эфир уже переписал вот это вот дно. Эфир показывает слабость к биткоину, как и большинство альткоинов сейчас. И это, конечно, связано также с случаем с Celsius Network, если вы в курсе. Там тоже происходит сейчас какой-то некий полускам в стиле, как с Terra Luna. И все выводят эфир, потому что этот виртуальный эфир там обесценивается. Плюс сейчас еще Alameda Research выводит USDT. Короче, сейчас инсайдеры реально продают. Для чего они это делают, вы же понимаете? Для того, чтобы откупить у вас дешевле потом. Поэтому не дайте себя ликвиднуть, и все будет нормально. Это касается маржинальных трейдеров. А касаемо инвестиций и спота, как я уже сказал, ребят, на самом деле нужно тупо накапливать биток, накапливать те альты, в которые вы верите по таким шикарным ценам. Потому что, ну, как мы знаем из истории, их потом просто не будет даже близко. Мы будем смотреть на все это движение, там 30-60 тысяч по биткоину, как на прямую линию. Понимаете, как мы смотрели вот здесь, вот на 3-6 тысяч, как мы сейчас смотрим. Вот, ну и также не забывайте, что у нас с вами индекс доллара находится на своих пиковых значениях. Это при том, что индекс страха и жадности у нас находится на своих нижних значениях. И исторически, чтобы вы понимали, когда индекс доллара наверху, а индекс страха и жадности внизу, это лучшее время для покупки биткоина. Соответственно, вот здесь вот у нас, когда индекс доллара внизу, а индекс страха и жадности наверху, это худшее время для покупки биткоина. Так что еще раз вам говорю, умные лонги на финике, индекс страха и жадности, и вообще здравый смысл обязательно победит. И мы увидим, даже если вот такое вот движение, то потом вот такое вот движение, которое будет запряжено с невероятным тузамуном биткоина. И других криптовалют, друзья Поэтому вот такая вот сегодня информация У меня на этом все Спасибо, что посмотрели этот выпуск Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Пишите комментарии, торгуйте аккуратно И будут вам профитроли Ну и до следующей встречи, пока Субтитры сделал DimaTorzok